Якутские подвели итоги детского конкурса трудовых дисциплин Junior Skills Russia. Как школьники справлялись с задачами уровня специалистов с многолетним стажем, расскажет Иван Подойницын. Когда вашему ребенку уже 18 и профессионально он еще не определился, можно сказать, что время он потерял уже немало. Основной тренд прошедшего чемпионата юных специалистов – ранняя профориентация через профессиональную подготовку. В законе образования и в других нормативных документах сегодня профессиональная подготовка по отношению к школьнику не используется. Есть в законе несколько позиций, но она предпрофессиональная подготовка, и она связана в основном со спортом и творчеством. Вот сейчас наша задача, в том числе и всем движениям, и вот этими чемпионатами, которые происходят, все-таки объяснить законодателю. Нужна профессиональная подготовка, которая помогает ему увидеть, первое, это серьезность самой работы, работа, которая требует ответственности. И второе, мы тоже постоянно подчеркиваем, тот продукт, который создаешь, он должен быть кем-то востребован. Напомним, что в этом году количество участников значительно увеличилось. На финал чемпионата прибыло 242 школьника с 16 муниципальных районов и городских округов. А количество компетенций на детском этапе – 19. Мы очень надеемся, что абсолютные победители по номинации наберут достаточное количество баллов и уже напрямую примут участие в финале национального чемпионата, который проводится в третий раз. И в этом году он пройдет в городе Краснодар в середине мая. Многие ребята находят себя на этом конкурсе и даже уверенно берут призовые места по несколько лет подряд. Например, Вадим Киесевич в этом году занял первое место в направлении 3D-прототипирования, но эта победа на его счету уже отнюдь не первая. В 2016 году будущий инженер уже выигрывал золотую медаль в национальном чемпионате в городе Красногорске Московской области. На федеральном уровне мы с Артуром занимали первое место, также в республике Саха первое место и на городском этапе тоже первое место. Я себя тоже представляю инженером, скорее всего, в отрасли архитектурной, типа построения памятников или же зданий. Я захотела заниматься компетенцией будущего, в которую будут инвестировать в будущем. Программа WorldSkills является международной, но ее составляющая джуниор еще реализуется только на всероссийском уровне. То есть в мировой практике мы первые и, возможно, с России детский профессиональный чемпионат трудовых дисциплин выйдет на всемирный масштаб. Иван Подойницин, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск.